В кой-то веке начну программу с хороших новостей. Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, обязывающий родственников выплачивать алименты безработным предпенсионерам. Ну, знаете, бывают же случаи, когда мама, например, оказалась в сложной жизненной ситуации, ни работы, ни денег голодает буквально, а детям на нее наплевать. Вот, чтобы таких нерадивых детей к ногтю прижать, данный закон придумали. На этом, впрочем, с хорошими новостями все, потому что я тоже сперва купился на данную разводку, а вот теперь объясню истинное предназначение принятого документа. Для этого предлагаю сделать экскурс в историю, небольшой, на полгодика назад. Всего, когда возраст выхода на заслуженный отдых для россиян увеличивали, ну, прошу отнестись к этому с пониманием, да-да-да. И тогда, если, помните, от граждан посыпались вопросы, какое увеличивать. Тут при существующем-то раскладе предпенсионеру практически нереально куда-то работать, устроиться, брать не хотят, чинуши на перегонки. Ай да, успокаивать лют, мол, не переживайте, мы сделаем все, чтобы о таких наших соотечественниках позаботились. Теперь-то вы понимаете, что они сделали, и кто должен будет о тех предпенсионерах заботиться на самом деле. Слушайте, ну реальные наперсточники. Начинаем. Ребята, а я тут после долгого перерыва посмотрел новости на центральных российских каналах, столько всего интересного узнал. Например, что Тереза Мэй теряет политические очки, чего-то они там с ирландцами никак договориться не могут по поводу выхода из Евросоюза. Обстановка в тех краях наколена. Мама дорогая, короче, жуть. Трамп-негодяй продолжает пакостить в отношении антинародного, но законно избранного президента Венесуэлы Мандуру, гад какой, потрясающе вести из Сирии, где все, наконец, начинает налаживаться, торговцы возвращаются. Ну а что такое торговля на Востоке, сами знаете, вот как глоток свежего воздуха, господа, прям ватником себя почувствовала, как я жил без всей этой информации. Ну а теперь серьезно. Не будьте лохами, вас разводят. Больше всего, конечно, высадила история с этим упавшим Боингом в Эфиопии, вернее, не так, не сама история, а то, как наши пропагандисты ее подавали уже на второй или третий день после трагедии, причем как под копирку во всех СМИ. Нет, я все понимаю. Есть такое понятие, как политика, и любой политик, если он грамотный, политик всегда старается обернуть то или иное событие в свою пользу, дабы заработать немного рейтинга, но дело в данном случае не в кукловодах. Меня от другого передернуло от того, с какой радостью их шестерки пропагандисты вещали, что от покупки тех Боингов начинают отказываться по всему миру, цена на акции компании падает. Я вот, вы знаете, смотрел их думать, ты зигануть не забыл, а нет? Это реальная журналистика, я, Оль, мой генераль, тема сегодняшней программы или медиа-девочки и медиа-мальчики по Геббельсу, поехали! Продолжаем о погибшем лайнере, и вот сейчас хочу сделать то, чего не делал уже давно. Давайте разберем один такой пропагандистский сюжет. Я выбрал не самый омерзительный, и в нем авторы даже попробовали изобразить какую-то видимость объективности. В общем, как вы это любите? Пока точно известно следующее. Рейс ИТ-302 вылетел из эфиопской столицы в 8.38 по местному времени. Обычно полет Дайнаэроби занимает чуть более полутора часов, но уже в первые минуты после отрыва от земли что-то пошло не так. По данным сервиса Flightradar24 вертикальная скорость не была устойчива, то есть набор высоты происходил неравномерно. Самолет достиг 2600 метров, и через 6 минут после взлета связь с ним прервалась. А индонезийский рейс GT-610 успел набрать высоту, однако, и об этом говорит расшифровка данных с бортовых самописцев, экипаж более 20 раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызвала новая автоматическая система. Итак, из всего вышесказанного мы пока понимаем, что за последние несколько месяцев эта вторая катастрофа с новейшим 737 MAX. В обоих случаях проблемы начинались примерно в один и тот же момент. Во время набора высоты возможной причиной трагедии могла стать новая автоматическая система управления «Автопилот», говоря доступным языком, который вступал в конфликт с летчиком. О том, что эту систему внедрили на новые MAX, корпорация уведомила лишь после трагедии в Индонезии. Но инженеры Боинга свою вину в октябрьской катастрофе не признали. Хотя корпорация и разослала в начале ноября всем авиакомпаниям, которые эксплуатируют эту модель, инструкцию для пилотов. В ней сообщалось, что лайнеры могут самостоятельно уходить в крутой пике. О том, что автоматика подводит, в этот раз успел сообщить и пилот эфиопского рейса. Исходя из записи во время полета, пилот упомянул, что возникли какие-то проблемы, и он хочет вернуться обратно. И вот тут, господа, у меня начали заходить шарики за ролик. И, по крайней мере, рассказанное только, что девушке выглядит странным. Новейший самолет, на нем установлена новейшая автоматическая система управления. Вот только авиакомпания, которая уже купила этот лайнер и поставила его на регулярные рейсы, почему-то об этой новой системе ни сном, ни духом им никто не сказал. Да, рассылал какие-то там инструкции производитель, но кто ж знал, что пилотам те инструкции надо дать почитать. Ребят, что за детский лепет? Кстати, вот этот вот 737-й Макс, это самая продаваемая машина сегодня, ага, и никто не знал, что в ней есть какие-то ноу-хау. Давайте на пальцах. Вот лично вы, покупая, допустим, даже смартфон, интересуетесь у продавца, как оно работает, какие функции в нем имеются. А тут самолет ребята купили, и лишь после крушения поняли, что в нем автопилот обновленный девочка шутит. По всему миру 69 авиакомпаний купили более 5000 подобных самолетов. Но после катастрофы страны экстренно прекращают эксплуатацию этого лайнера. О таком решении заявили индонезийские и китайские власти, задумались о подобных мерах в Европе и России. Еще один момент. А летчики в тех авиакомпаниях вообще как-то обучались с новой машиной взаимодействовать? Ну, обычно, когда даже на завод новые станки закупают, рабочие проходят курс обучения, экзамены сдают. Хотя даже в этом сюжете есть ответ на вопрос, кто виноват и что делать. Я не знаю, как он туда закрался, но он там есть. В большинстве стран самые сложные минуты полета, взлет и посадку стали доверять автопилоту. А командиры судна превратились в своеобразных операторов. У нас было в руководстве полетной эксплуатации написано следующее. Если что-то творится непонятное с автоматическим режимом полета, автопилот, отключи и пилотируй все. Сейчас же готовят людей совершенно по другой программе. Нет навыков ручного пилотирования. Господа, мне показалось, или этот летчик только что порадовал всех нас тем, что современные пилоты тупо не умеют управлять самолетом в ручном режиме, их этому не учат. Теперь, то есть, случилось что-то с электроникой, все, хватайся за крестик, читай молитву. Так, может, как раз об этом стоило бы задуматься. Может быть, причиной катастрофы стала некомпетентность командира, который не знал, как переключиться с автомата на механику и что дальше с этим делать. Но разве ж это важно, когда речь идет о большой политике? Вот и автор сюжета подводит итог и виновата железка. На фоне катастрофы акции Боинга уже торгуются на историческом минимуме. А презентацию нового широкофюзеляжного самолета корпорации пришлось отменить. Компанию, скорее всего, ждут многомиллиардные убытки. Но это не самое страшное. Ведь пока причина двух катастроф не установлена, 5000 лайнеров могут оставаться потенциально опасными. Короче, американцы, сволочи, вот и весь посыл. Меня другое умиляет, как все это people have it. Я сломал себе руку на катке не потому, что не умею кататься на коньках, и даже не потому, что лед был неровным. Производители коньков, козлы, это их происки. И, господи, это уже даже не деградация, это днище. Повеселить вас под конец хочу, чтобы не на грустной ноте. Еще одни медиа-выкидыши в Сея Руси. Помните, жили у бабуси два веселых гуся. А вот тут, наоборот, у одного веселого гуся было множество ненормальных бабусь. Бешеные бабки из отрядов Путина давненько, их добрым словом, не поминали, а они там уже о высоких технологиях рассуждают, между прочим, об отключении России от глобального интернета, в частности, и даже аргументированно. Чтобы у нас была своя информационная система. Да, пусть и у нас это будет, и у них, но мало ли что где-то, где-то случится в мире. А дети, пускай не переживают, что они останутся без информации. Нет, конечно, все будет здесь и так. Вот вроде в век информационных технологий живем. Сейчас не нужно записываться в библиотеку, а в библиотеку возник вопрос. Нажми две кнопки в компьютере и получи ответ нет. Мы сидим, как в каменном веке, завернулись в шкуры, глядим на тлеющий очаг, только вместо очага теперь телевизор, и продолжаем свято верить, что Земля стоит на четырех слонах. А те, кто пытаются сказать, что это не так враги, мечтающие нас уничтожить, ну да, в телевизоре, зато друзья сидят, а над теми друзьями еще большие друзья. Я про чиновников и депутатов, занимающихся откровенным геноцидом остатков великой некогда нации. Ладно, все. Закругляться пора, это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете, подписывайтесь, друзья добавляйтесь. Темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Ну это Ростов, детка. Вот такие у нас чуваки есть. Продолжение следует.